Дух говорит, что за дичь творится. Творится. Вот это интересная идея с Банхамером в том, что оно противостояние игроков. Ну, у тебя, когда ты на стандартные турниры катаешь, мотивация, как правило, не выходит за определенные рамки. Ну, то есть ты черкаешь карты, заходишь, играешь раз и все. Ну, в смысле, мотивация как-то себя проявить и где-то там подмошнить, получить преимущество, она не выходит за определенные рамки. Как только у игроков появляются дополнительные возможности, где там что-то почеркать, а как будет лучше, мы видим, как проявляется их стремление получить, ну, хороший результат. То есть они реально заморачиваются, они думают, как вот... Джонни Кейдж 1-0? Нет, это вранье. Вранье, это дезинформация, наглая ложь. 0-0 счет. ГЛХФ, Джонни Кейдж за эльфа и ТГВ за андеда. Я не знаю, как так получилось. Джонни Кейдж, основная раса же Хуман, насколько я понимаю. Вот. В ТГВ вообще сыграть за андеда... На ТСе... Мы видели, он с Хавхом сегодня катал. Чуть не победил даже. Не хочу с Нейтроном играть. Нейтрон Вин? Да, Нейтрон Вин. Нейтрон очень опасный, конечно, рандомщик. Джонни Кейдж берет Варден. Вон сольет Блэйду. Я тупое. Сори. Сори. Я туп... Джонни Кейдж. Тут Дреддлорда нет, есть ДК, но... Он и с ДК может поставить снычку. Черт его знает, как он будет играть. Посмотрим. Посмотрим. Карта подходящая для Экспанда. Вполне. Вполне вероятно, там будет какой-нибудь Питлорд с этим... Со сплэшем с Анхоли Френзи под Кайлом. Такой шух-шух нарезающей уже было сегодня. И за что, собственно, я и хотел, чтобы ТГВ там в стандартных турнирах повыше проходил, чтобы... Ну, чтобы побольше матчей его посмотреть. А тут он проявляет... Проявляется как такой неплохой рандомчик с нестандартными стратегиями. Опять же, смог Хавка победить. Суремя подчеркивания, в ряд поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Очень интересный турнир. Очень интересный турнир, согласен. Подливает еще масло в огонь, очень высокий призовой фон, потому что мотивация... Ну вот, мы Соника включили, послушали, сразу... О, хорошо добил. Джонни Кейдж как будто... Как будто катал. Как будто катал, как будто знает все. Что, когда, зачем. Ого, оформление чата. Откуда такой продакшн-традис не было? Прочитал совет стримеру? Да... Скинь, пожалуйста, советы. Просто я бы... Я бы почитал. Второе это... Витя сделал еще давно. Я решил, а что бы не поставить? Что, мне сложно JPG-шку добавить на стрим? Вот. Ну, там, поставил, растянул все как надо и... И все. Через полгодика я буду еще счет обновлять. Вообще офигетьте. Такой продакшн будет. Мама не горюй. Так. Наколита подрезают. Да это экспант. Да просто все все понимают. Акалит понимает, Виз понимает, Варден понимает. Персоналочка, что ли? Ну, еще время есть-то, чтобы бежать пешком, если что. Ботинки ждет. Персоналку ждет. Персоналку ждет. Так, опасный момент. Удар. Гол. Ой, да ладно, успеет. Акалит, нет. А-а-а. Облом какой. Пешком теперь. Блин. Вот это... Нет, говорит. Блин, Висп должен был диспелить скелетов. Должен быть диспелить землю. Тут вообще должно быть два Виспа. Учитывая его ценность. О-о-о. Джонни, Джонни. Джонни. Да, с иконкой у рыцаря смерти беда, конечно. Ну, ТГВ так троллит, видимо, нас всех. Диспенс поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Михаил, спасибо за отличное освещение свежего формата турнира. Спасибо за спасибо. Самое главное, что я вижу внимание от вас. Значит, это нужно. Блин, опять вот. Я не могу не рефлексировать на эту... Этого рыцаря смерти. Эту рыцаршу. Эту... Рыцарь не склоняется. Леди душерез. Душерезка, раз уж, но леди же. Эээ... А... А... Не. Варя харасит. Подходит тролли. Варя ловит сразу коил. Свет, камера, моторы и шахту могут отменить. Армию игрока. Йети пришел. Минус тролль. Ой. Отменил? Отменил вроде шахту. Минус гуля. Но тут шреддер. Scroll of the Beast. У-у-у-у. Шемедата какая. Вы посмотрите. Шреддер начинают резать. Гули разваливаются от ножей. Варя там затарил на нее полтысячи маны. Полтысячи. Тут никого скоро не останется, кроме деки. Гули чудесным образом. Да, почему не трамбе поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Да, да. Ух, какая трансвистюха. Да, да, страшная. Сколько экспоза убийства этого чудища. Должны давать больше. Если бы мы могли собирать, как бы, донейшн голы. Ну, чтобы просто, если ты выбираешь другой скин, у тебя сразу меньше хп, например. Ну, то есть 100 рублей, минус там, не знаю. 100 хп. И она бы никогда из алтаря не выходила, эта дура бы. У нас. Ну, 100%. Просто 100%. Потому что, ну, это издевательство. Это, опять же, мы сделаем высокополигональную модельку, потом конвертнем в обратку и получим урода. И таким же образом мы получили Демон Хантерсу, Ку. Вот тут, как бы, такое же количество полигонов. Смотрите, какая варденка симпатичная. Потому что делали с любовью, потому что отталкивались, делали в условиях ограниченного количества полигонов, а не обратно. Сделали, типа, качественную картинку, а потом просто хопа и в 10 раз меньше полигонов. И вот получается вот такой вот с размазанными губами, с... Я не знаю. Я не знаю. Это что это такое? Вот что это? Вот что это? Зачем? Симпотный, потому что эльфы. Ну, ты Демон Хантера видел женского? Какая она там симпотная? Ты чего? Если ты считаешь, что... А, ты варденку считаешь симпотность. К ней вопросов нет. Но... Можно сравнить там, опять же, какую-нибудь Арчу и сравнить Демон Хантера в женском обличье. Ну, или варденку в женском. Там же... Там же такой же... Такой же ужас. Хороший артефакт выпадает. Давайте не будем концентрировать внимание на... Страшная подружка Дарк Рейнджерки. Ну, это реально кошмар. То есть, это... Идея кошмара. Исполнение кошмара. Что может быть хуже просто? Окей. Так с андедами все окно. Ты видел симпотные трупы? Ну, баньши же они сделали симпатичные. Ну, она такая нормальная. Можно на нее смотреть без... Гуль тоже. Ну, смотрите, харизматичный мужик. Зубы все на месте. Глаза, нос. Хотя у него тоже полигонов не сильно больше. Так, в это время будет пуш с медведями. И... Конечно, ТГВ нужно здесь внимательнее... Ну, во-первых, он знает, что там одна пуш... Ну, пуш с одной базы с медведями. Ему нужно каким-то макаром подготовиться. Готовиться можно Грейди Зигураты. Это первое. Используя наемников. Это второе. И, наверное... Ну, самое главное, чтобы деньги у тебя не копились. Вот то, что сейчас происходит, что на руках 600 голды, это не очень хорошо. Хотя, наверное, он копит на Т2, на второго героя и на какие-то здания. Варьку тут пытались подловить с големом. Она делает блинг. Спокойно уходит. Ну, самое главное сейчас вот избавиться от косаря на руках. Потому что эльф явно будет лезть. Через дроп. Слишком поздно об этом понял. Что это такое? Он вообще не понял, что происходит ТГВ. Так, я хочу посмотреть на... Может, он коментит. Акалиты терпят. Идет починкаем. Ну, это минус алкалиты и шахта. Хорошая была идея, чтобы не всех Акалитов вытаскивать. 1500 голды, правда, у него опять на руках. Берет гулей. Пробивают. Пробивают. Ну, да, это простой куш с медведями, как я уже давно... Ну? Оказался, не готов. Хорошую рату выбрал. Я не понимаю, почему он опять жалуется? Он играет в экспанд. Получает, ну... Видит медведей, не видит экспанда. У него на руках полтора косаря. И он жалуется, что раса там хорошая... А, ну, по поводу всего жалуется, я понял. Не, тогда нормально. Тогда не стоит сильно на это внимание обращать. Он еще отбиться может, он еще выиграть может. Да, лимита мало, но... Там, ну, косарь на руках, опять же, производство есть. Сейчас, если с лечом каким-то макаром отковыряться... Там пара медведей уже должна подходить снизу. Первый пошел. Риджув. Рык. Новая минус Мишка. Да. Сейчас со скелетиками, с бутылками. Передать бы еще ману Деке. Выпить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что ж ты передаешь-то так? Хорошую расу выбрал. Да, у нас город в осаде. Пятая варька. Да не... Не криминал, на самом деле. Ты сейчас можешь варьку убить. А почему он не побежал сразу за ней? Вот сейчас выкладывание амулета было с абсолютно несвоевременным. Он же мог попробовать на... Это мисклик был. Тяжеловатым. Ставит шахту. Сейчас первыми некрасами с обсидианкой можно попробовать. Ясно. Ладно, давайте я вернусь в игру. Там графика получше. Что у нас получается? Да, эльф с одной базы пушить. Медведей много, но там нет диспола. Вот эльфу не хватает. Тут пара виспов. Он это сейчас поймет, наверное, и возьмет виспов. Но это будет уже поздно, потому что момент... Момент немножко упущен. Некрасов, конечно, разбирает варденка, дай боже. Она еще шестая скоро будет. Правда, трупов нет. Чтобы шестая варденка здесь нормально работала. Шестая варденка. Ну, а сейчас, да, сейчас уже можно написать ГГ и выходить. Комментарии. Один медведь кидает два босса нахриджува. Как это вообще нормально? Ну, в какой вселенной? Один милишный юнит восстанавливает фул-фул хп двум юнитом еще. При этом у него статы, как у рыцаря. Ну, что это за бред? Я все-таки подумал, что он после первого провала пойдет ставить эксп, но нет. Он просто пушил безидейно. Мне немножко не хватило скорости. Ну, риджув это просто настолько поносный спелл, что я хз. Осталось. Эльф играл бесцельно, как утверждает ТГВ. Ну, он должен был играть экспант по его задумке. Ну, то есть он ожидал от него экспант. Но эльф сыграл бесцельно и убил с базы. Но, возможно, у эльфа была цель убить за одной базы. Но не уверен. Безидейно, бесцельно. Вот. Медведи. Да, медведи это действительно один из уникальных юнитов, который... Который, кроме того, что обладает отличными характеристиками, еще кастовать умеет. И это халява. Поэтому и играют, собственно, медведей. А тут не хочется спорить. Потому что медведи это халява. Это все знают. Поехали. Так. Джохан. 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 Что? Точно Джохан. Джохан. И опять зашел в какую-то другую игру. Он это просто диспаларон. Килджей, ты прав. Но когда... Во-первых, если ты видишь медведей и не видишь экспанта, то не нужно допускать, что он просто пушит с одной базой. Не нужно передумывать, не нужно думать о противнике типа лучше, чем тебе кажется. Правильно исполненный пуш с одной базой с медведями, он весьма и весьма опасен. Думал, что там будет база, но это так себе оправдание, потому что ну делай разведку, проверяй, и не надо думать. Ну, как бы не будешь рисковать просто. Чтобы отбиться от пуша, было бы проще, если бы на руках не было полторы тысячи голды. Если бы гулик пораньше привел. Если бы встретил не через этот, через мост, непонятно кем, а стоял на шахте и улыбался, когда увидел, что там дирижабль летает, блин. Вот. Не, ну я понимаю, да. Очень сложно с эмоциональной точки зрения играть, если ты прям нацелен на результат. Если ты стараешься, стараешься, что-то не получается. Кто-то, блин, должен быть виноват. Либо этот медведь, который, сука, посмотрел очень косо, еще риджуф при этом кидает. То ли обоссанная варденка, которая задолбала уже эти ножи кидать, халява дешевая. Ты, правда, побежит, победил в прошлом, но все равно по ней прошелся. То есть, ну да, так значительно проще, потому что, ну куда-то нужно вот это вот выливать негатив. Всем добрый вечер. Всем добрый вечер. Смотрите. Какая-то движуха идет. Я думаю, что... Негатив, по идее, нужно выливать в яростный микроконтроль. Так это... Понятное дело, что ты стараешься, и контролить стараешься, и... Но вот, вот, представляешь, ты контролишь, стараешься, вот максимум... И все равно не... Ну, все равно проиграл по тем или иным причинам. Что тебе? Дальше сублимировать это в микроконтроль? Не, зачем? 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 Лучше варденочку медведей и в... И козла. Просто пройтись по ним и все. 1-0 счет. Блин, счет, конечно, очень меня сбивает. Я поставлю пока нормальный счет какой-нибудь. Какой вам нравится счет? О, как в каэсе, давайте. 13-14. Не, давайте 15... Как там? Пока ничья. 14-14. Вот, мне нравится. 32-2. О, 32-2. Прекрасно. 32-2. Так. Работаем. Надеюсь, после этого вопросов по счету не будет. Допраунд будет, походу, на 15-15. Допраунды. Пока уверенно ведет розовый пони. Джонни Кейдж. 36-6. О, кстати. Если бы это был карантин Кап, поставили бы 36-6. Раньше за негатив сапы выпилив на все четыре стороны. Например, отстой. Может, вернем его на ГГ? Отстой. Отстой. Не знаю. Так, давайте не отвлекаться. Я уже не помнил, на самом деле, что он запален. Не помню за что. Ту-ду-ду. Чек поддержал. Подождите. Канал на 100 рублей и сообщает. Майкер. Привет. Добрый вечер. Удачных игр и интересных моментов. Спасибо. На карантине ничто не скрасит. Вечер лучше, чем твой стрим. ПС Джонни Кейдж за орков. Духа страны игра. Ну, он вынужден выбрать другую расу по правилам турнира. Поэтому спасибо тебе за добрые слова. Ставит действительно ТГВ нычку. Здесь тоже экспант. Прекрасно вообще. Прекрасное начало для орка. То есть он и под Харастек сможет. И раньше у него получается... Ну, не раньше достроится. Потому что все-таки андейдовская база строится где-то на секунд на 60. В среднем быстрее. Даже побольше, наверное. Орковская, наверное, 170-180 секунд. А это стоили даже поменьше уже. Не помню точно. Были ли фиксы относительно скорости строительства андейдовской базы? Джонни мог пикнуть Хума? Угу. Да, мог. Но он может тебе позволить сыграть за другую расу. И, возможно, на этой карте, раз уж... Раз уж она такая. Решил сыграть за орков. Посмотрим. Очень хорошая разведка. От ТГВ. И, тем не менее, он собирается... Нет. Он персоналку делает. Ой, хорош! Чтобы побыстрее оказаться декой здесь рядышком. Правда, непонятно, зачем атаковал... Армию игрока атакуют. Атаковал волка. Енота надо было убить сразу же. А, у него все равно скелетов нет. Так что тут енот тебе не помощник. О-о-о! Джонни! Браво! Вот это был... То ли специально, то ли не специально. Но прекрасный был байт. И это гульки не хватает ее. Заранее лечит. А не хватит урона! Не хватит урона! У-у-у! И за той гульки не хватило урона. Да, если он проиграет, то останется орком. Это, кстати, подстава. Он должен будет играть за орков в следующую игру. Ё-моё! Попытка залететь. Побить еще. База-то достраивается уже. Все. И сразу горит. Достроились и стройка в огне. Енот доволен, потому что... Ну, потому что жив. Сел. Поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Микер. Да. Без ДВР все работают. Понял, значит, что у нас там... Спасибо за ВК-3 по традиции. Спасибо тебе большое за саппорт. У меня-то тестовая фича, видимо, отвалилась. Ледыч, если ты в чате, если ты слышишь, отпиши, пожалуйста, чтобы я ни альтаблса не писал, тебе не звонил. Спасибо. НСНТ поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за стрим. По окончании пернатые пострелюшки планируются. Пострелюшки. Видимо, автозамена по стрелюшке. Ну, постреляли с соколом. Посмотрим по времени. Время пока детское. Полдесятого. Впереди еще, правда, финалы. Но не стоит забегать вперед. Тут пытается ТГВ отконтролить. Прист очень быстро умирает. Он успел за свою жизнь недолго задиспелить одного тролля. ТГВ окружает хорошо. Ну, отбивается. Жалко, конечно. По плану, я думаю, ТГВ должен был по таймингу отменять эту базу. Причем он даже отступил. Ну, то есть он взял с собой не всех гулей. Он мог прям вложиться и сгрызть. Он просто думал, что ему этого хватит. И хватило бы, если бы Койл был кинут правильно. Армию игрока атакуют. Волки харасят. Неприятно. Там форсир полный по мане. Он может и волков вызывать, и чайники делать. Странно, что, кстати, форсир не подбежал направо и не сделал чайник. Ой, не долетел один. Ну, минус Акалит. Правда, там Грей доделался уже. Он почему-то не заказывает Акалитов. Это... Это странно. Магаз минус. Бутылку надо пить. Финда спасать. Финд с первым Койлом. Еще минус Акалит. И не добавляет новых Акалитов. Что делать-то ГВ вообще? Только сейчас начал достраивать. Очень странно. Очень-очень странно. Ти-ти-ти. Опа! Прозевал? Почти. Если бы Акалит подключился, то можно было бы... Можно было окружить форсира. Ну, у нее есть телепорт, конечно. Да и нычка работает. То есть у нее с золотом все нормально. Посмотрите, у Джонни Кейджа сколько ресурсов. Косарик на руках, два бестярия заряжены. Хорошо отыгрывает. Вот очень. Несмотря на то, что ТГВ ведет со счетом 32-2, у Джонни все шансы на победу. То есть, как это ни странно, он взял первую карту. Потом события развивались стремительным образом. Но у него все еще есть шансы на победу. Смотрим. Третий ДК. Некросы. Ну, ждем Питлорда чего. А Питлорд все не выходит. Питлорд не помещается, кстати, в 50 лимита. ДК пока крепится один. Но без Питлорда-то нельзя. Он же по плану, по-нашему. Кстати, сейчас же еще будут с Пилоджем, наверное, разводы. Т3. Пилодж только делается. Не хочется забегать, пока Пилоджа нет. Ну, плохой тайминг грабежа. Он должен был быть готов. Естественно, была возможность на экспанде его заказать черт знает когда. Ладно, ты играешь там в одну базу. Но если у тебя две, то, скорее всего, там вместо... Ну, или в паузе. Ну, тут даже рабочие не достраивались, как вы видите. Пилодж нужен был. Он бы окупился уже сразу на первом же склепе. Сетка, сетка, сетка. Залетает Джонни. Джонни давит. Стомп шикарный. Ой, абсолютно вне позиции сейчас сражается ТГВ. Некросы приходят, вызывают там двух скелетов. Выглядит это неубедительно. Не готов отбиваться на мейне, судя по всему. Да, выходит Пит. А зачем я Пита прокликивал в алтаре? Вот кто бы знал. Я почему-то подумал, что он его закажет сейчас в алтаре. Да, пытается сейчас убить мейн. Да и убьет он мейн. Кто ему помешает? Два косаря на руках. Минус мейн. Джонни издевается. Да. Убивает еще Финдов. И Коэлл нет. Я хочу послушать. Вот сейчас вот. Так, господи, эти мимо Кайлы. Ага. Армию игрока атакует. Не знаю, мне эмоции нравятся просто. Все очень красные. Передает, вызывает скелет. Контроль это, тем не менее, хорошо увидеть. Таурен. Вообще, ману надо взять сейчас. Пробегая мимо. Да. Выдыхает. Тяжело. Тяжело, друзья. Там виверны появляются Сетки нет Ё-моё Ну, конечно же Нет, сетки уже есть Сейчас можно подкормить андедовских героев Виверна минус Спитлорд второй Таурен приходит! Нет! Таурен третий подблочит тележкой Да подблочил! Интрига! Интрига! Минус Таурен, четвертый ДК А вот это уже шанс Да, у Джонни Кейджа вообще все есть Две с половиной тысячи золота Т3, все дела Но время есть у розового пони Есть время Он может сейчас и прокрепиться немножечко И наладить производство Т1 какая мана? Да, у него же Т1, что-то я туплю Ему же мейн снесли, а внизу он его только-только восстанавливает Ману Беста Двага Ну все, мочите! Виктор Зарин поддержал ваш канал на стару И сообщает Питавальта Жука в таверну Духостранников к наемникам Духостранник Духостранник Выходит СХ Ой, у него кольцо плюс 3 Еще бы здесь что нам? Когти плюс 9 Когти, да? Здесь выпадают когти? Амулет или когти? Амулет жизни Ну амулет маны я имел ввиду Но... Ну да О том, что Таурены, Бладласты все-все-все Не вижу пока никого Да, Таурены Таурены точно будут Пулливера сделаются Кастеров не видим Но по земле Такую тему вырубать Это может... Слоу! Форсира могут развести сейчас на телепорт За ним бегут Подблочить, подблочить, подблочить Чтобы он еще больше урона получал Обновить слоу Обновить слоу Я болею, чтобы интрига была Чтобы счет 1-1 Как будто из последних сил Там в конце решающая последняя Тоже амулет жизни выпадает Лимиты сопоставимы Да, это по технологии Морг впереди сильно Там деньги наверняка Еще на апгрейды там тратил Хотя первый играет на атаку Но видимо 2 защиты Нет, вообще по нулям апгрейды Куда деньги делал Джонни Кейдж Не знаю Арбу купил Тауренов делает Таурен третий, конечно Да, там накосячил А, Б5 же Б5 же у нас полуфиналов, да? Да Б5 же у нас полуфиналов Ну тогда, да Тогда интриги Очень много Такой розовый тони Розовый пони Это ТГВ The Great Wall Заходит в виде Т3 Странно, что ТГВ Решил как бы без особой разведки Пойти в В такую агрессию Карта не зачищена Только Совсем недавно он терпел Он, кстати, закупил, кажется Когти здесь Питу Ну у него 70 лимита Типа противника, правда 80 сейчас будет Чего бы здесь Серклетку выбить Или когти Перчатки скорости Не такой хороший предмет Учитывая то, что ему Скорости добавляют И так Некросы Ну что, готов ли? Ну орка больше Плюс 10 лимита Герой очень хороший 4-3 на 4-3-3 У орка Просто дополнительный Третий герой Но здесь же есть Пади Ниц Пади Ниц Который под Ну может, наверное Землю остановить Коня-то на скаку Может остановить Точно Куда побежали Финды Прямо на Таурена Встречать Ооо Я бы вышел Срочно телепорт нужен Питлор там Хаулит на 3 юнитов Просто Джонни в куче Просто всех Всех юнитов Таурены с Пулеверайзом Никакого вообще Порядка нет Правда Форсир Мог на Минус все финды Что происходит? Телепортируется Что происходит? Вне позиции Абсолютно Инвол Как же давят Таурены Под Пулеверайзом Ну и в результате Просто в салат Разваливается ТГВ За что? За что? Мы же с первого грабежа Вместе За что он Рейдера подрезал? Эй Видимо Таурен не помещался По лимиту Да Таурен не помещался По лимиту Не ну Здесь была проблема Во первых В том что У ТГВ По сути Не было преимущества У него были Похожи герои Поменьше лимита И он пришел в атаку Окей Уверенность в собственных силах Допустим Гранта потерял Кстати все таки Джонни Кейдж Одного И одного Рейдера Соответственно Вот Но когда Орда Орда Забегает Просто в кучу Когда Таурены С Пулеверайзом Вместе с Тауреном Со вторым стомпом Просто Врываются В ваших Вот таких вот Тощих И безвольных Финдов И начинают шатать И вы слышите Крики То есть Вот до того Как пошли Крики Уже было понятно Что здесь лучше Не оставаться Потому что Питлорд Делает хауль На Спиритволкера И Форсира Вот там Вот в 100 метрах От армии Вот А пока он кричит Финдов разрывают Просто на части Смысл в том Чтобы Ну позиция должна быть Питлорд должен охватывать Как можно больше юнитов То есть он должен стоять Делать хауль И сплощить Под это самое Все на него кидаются Умирают Появляются скелеты Некросы Восстанавливают скелетов Финды издалека Стреляют Никто не умирает Такой план Очень зависимая От позиции А Ну тут Минус Минус Мейн Вот И когда вся Вот эта вот Орда Вклинилась Вот 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 он Да Он должен здесь стоять Ну и он никому не нужен Такой Ну Пади Пожалуйста Ниц Хоть кто-нибудь Остается один кодой Рядом с Питлордом Питлорд пытается ворваться Но опять же Финды Тут лимита 90 на 44 Сумас... Вон как нарезает Смотрите Оу Ух Сразу хекс на него Не, ну это невероятно Это невероятно Просто невероятно Не, я послушаю Что скажет ТГВ Интересно В чем здесь была проблема Обидно очень гулять Сдохло на Кайле Я подумаю С этой гулять Урона А вот он здесь прав Именно так На самом деле Все решила Первая игра На Ильфах Может не будем доигрывать Мы остались А, печально Ну, три раза на хумах Зай, что там у нас По мепам По мепам По мипам Он собирает Опыт лоу Жопс Что ты несешь вообще Дети говорили Где я хоть раз сказал Что тут мне опыта не хватило Что ты несешь Блин, я Я понимаю Как вы появляет Что ты несешь вообще Жонни хорошо играет Аркамен Он рандомщик На 20 минут Нифига себе Он какой Толерантный Ну, че Он оброс Так, подписывайтесь На ТГВ Заходите Поддерживайте Жонни хороший рандомщик Он любыми разами играет Угу Вот Проблемы не понимают Все Так, где я могу Ну, то есть Он, очевидно Будет ставить хумов Так, давайте послушаем Ну, да Где мне лучше всего Нагибать его хумов Давайте думать Я не знаю Это прям Очень хорошо Потому что инсайдик Сейчас Не знаю, кстати Можно ли рандом Ставить Кажется, раз Он надо пикать Обязательно Я кулер Говорит Нет Нельзя Когда ты последний раз Выдавал бан на 20 минут У меня просто Эта опция Залочена на ГГ Там Как бы Берешь ползунок Он сразу в 30 прыгает Не знаю Ничего По-другому не получается Вот там иногда Если чуть-чуть Его подвинуть Там неделя будет Но Но чаще Получается 30 То есть Либо банишь Либо не банишь ЦХ НИС И ЛР Остались И вот ХЗ Где я хочу играть С умами Может даже на НИС Задумались Но та гулька Конечно Подвела Подвела Чайник Чайник Вроде гульку надо лечить Летит Не успеваешь Ну можно было конечно Там еще Побольше взять с собой Там гулей скелетов Он же разделил армию В конце концов Можно ли ждать Какой-нибудь Кообщик Карантин Давно не было Джохан Так ребят Надо в Джохан зайти А я в игре Блин Я думал что я смотрел Вообще стрим Вот я Вася Сори Думаю Че мне с фуллскрина Не убирается Да там просто Та же картинка Не отличишь В статике Особенно Так Почему не лр Потому что не хочу лр Нежить ставит Миррор Миррор мы хотим играть Серьезно Это может быть камбэк Он не хочет Хумами на этой карте Он хочет Хумами на удобной карте надежно выиграть А он не может Нет, хочет закончить 3-0 тогда Окей А, нет, Альянс просто 3-0 так 3-0 Что, я спорить что ли буду? Блин, было бы странно, если Джонни поставил бы Андеда сейчас Нет, это был такой троллинг Ладно, поехали Счет вроде актуальный, менять не будем ГЛХФ, Джонни играет за основную расу ТГВ, увы, нет Вот Джонни молодец, да Выиграл Альфами, выиграл Орками И сейчас за Альянс ТГВ за Альянс Один раз-то из трех Выиграть-то, ну Джонни сейчас 10 минут закончит катку Скринти, говорит Телтскил Ну давай, ладно, хорошо Если закончат за 10 минут Ну в течение 10 То есть до 10 включительно То это примачок тебе положен будет Если нет, то, естественно, это Фива Естественно, это Фива православная на месяцок Ну так же как премиум на месяц Так, и Фива на месяц Скриним Так Тусклый экран наполовину, что? Не, ну просто если каждый будет писать Там Не знаю Что-то, что-то, что-то скриньте Это же будет просто хаос Во-первых, скринить много всего Во-вторых, ну И что потом? Вот у тебя есть скрин И дальше что-то предъявлять человеку будешь Он А его уже в чате нет Вот А так, да, его в чате не будет Справедливо Моя ставочка говорит на 10 плюс минут Перебью Нет, слушайте, сейчас начнется Еще Давайте на одном примере для начала Вот Вот есть Джонни Который по мнению Олдскилла Катнет Андеда Андеда Хотя там экспант может быть Может катнет Андеда За 10 минут Армию игрока атакуют Посмотрим Ну, что-то экспантом не пахнет Если честно Побежал харасить Акалит заряженный прям Ух Сразу Что мог добить Акалитом? Мог добить Акалитом? Там прям оставалось Ну, е-мое Жалко Это был момент истины Для Акалита Возможный стать героем Попасть на это самое В клипчик на На стриме засветится Это ли не мечта Акалита? Добивает койлом Да Скелеты уже там Типа харасятся Развлекают Ну, рабочие здоровые Все зеленые Окей Я прочитал имя героя Баронесса Сквернохлад 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 Не добил койлом Не добил койлом Да, начало очень плохое Может и в 10 минут уложимся Шла уже пятая минута игры Джонни, судя по всему Собирается ставить эксп Меняет плохих рабочих На хороших И Да, харас Так себе Поскакала Это непонятное Непонятный набор пикселей Какая же ты ужасная Там все ужасно И конь ужасный И ее там вообще Непонятно Как она там нарисована У меня какие-то глюки Каким макаром Каким макаром Сейчас анимация лечения была Не могу понять Было раз-два Как будто хил был У меня глюки какие-то Ну идет Убийство рабочих На Вы видели? И звук характерный И Это как? А, он баночку выпил Слан-то и не приметил Да это все из-за Вот этой вот Так, Питлорд выходит Питлорд харасил В это время мейн Судя по трупам Там минус гуля Что странно И три раба Питлорд там Тоже присоединяется К К штурму экспанда Но Но базу Доделают все-таки Конечно же рабочие Шла седьмая минута Судьба Олд скилла Совсем скоро решится Еще минус рабочий Нет, ну вроде как ТГВ не собирается Сдаваться в ближайшие Три минуты Так что Ну мы обязательно дадим Последнее слово Может быть есть какие-то Объективные причины Может быть что-то хочешь сказать Перед смертью Потому что ну Может голосование Запилим На это самое Казнить нельзя Помиловать Моя судьба На этом только Начинается Не переживайте Так некорсы готовятся Но Экс Пработает Сейчас видимо Будут забеги Залеты Чтобы выиграть Время Чтобы Андетт не Криплся Чтобы не бежал На экспанд Вообще Архмак Такой С Толпой Футменов Может вернуть Всех назад ДК Возвращается Не только ДК Все возвращаются Ой Как же там Акалиты Страдают Скроу В забист Да ладно И прячется Архмак Лечит На Акалит Надо заказывать Уже новых Свет На Архмага Камера Мотор Убивают Акалитов Архмак Еще минус Акалит Ну и Телепортируется И телепортируется Тут вышки А как там Митвеганы будут? Будут Митвеганы вообще Очень хорошо Против таких затрат На вышки Но надо понять Как будем отбиваться В следующий раз Возможно Тут вообще На Близзард Переучится Нет Не будет Переучиваться Просто бежит Сразу же В бой Это ошибка Можно тут Архмагу Сразу перебить Регенерацию жизни Не ус Оп Сразу перебивает Дакуэлом Дотянулся Я только хотел сказать Что не достанет Скорее всего Вот Ну элементаль Довольно быстро Уходит от магического урона Диверсионный отряд Отправляется на мейн На мейне там как Грейдим Не грейдим Одна нерубка Всего лишь Этого мало Два некраса Возвращаются Видимо для того Чтобы со скелетами Под кладбищем Отбиваться Это кстати Хорошая тема Неожиданный сплит Третий некрас У него другая задача Он побежал Так Вызываем скелетов А в это время Идет заливочка Ну и конечно же Митвегана ждем Для того чтобы Ой Отбивается Реально Двумя Двумя некрасами Отбиваются Красавчик Заливка Но здесь уже можно От магической вышки Терпеть Потому что Ну и так И так маны нет Пошли скелеты И сзади Сейчас будет врыв Койл на Некрасов Надо футменов Сейчас Принимать Футменов Принимать ДК куда-то Не туда пошел Ё-моё Тинкер Промазал Катастрофически Просто он Ни по кому Не попал Но с другой стороны Митвеган Еле живой Рифленый Сейчас может Отстрелить Некраса Почти Да Отстреливает Классно Ага Хорошая была идея Если бы он окружил Мага Там правда Просветка То есть там Плащик Просветку нужно Митвегана Соответственно Нет Делается еще Два Некроманта Как быть Вот как В такой ситуации Быть Отступать О Уже 11 минуты Кстати Просто Форум Дружелюбия Из твоих Слог была Правда Я думаю Справедливость Ну что Последний коммент Олдскел Все время Вышло Все Все Заскринили Что ты Что ты скажешь Твои слова Могут Изменить Судьбу О Пошла Пошла база Вот это интересно Не сдается ТГВ Голосовалка Ну кстати Он может потребовать Честный суд Честный Непредвзятый Бобросуд Спасибо за переподписку Он думает Он думает Огромное количество Скелетов Вы посмотрите Пока нет диспола Можно с этим работать Но Там уже Касл Там уже Первые присты Выходят Причем Адепты Престы Я люблю Warcraft 3 Еще с детства Когда с Детманом Играл в одном клубе На ВДНХ Это все Да Очень много скелетов Хочет одной атакой Ну вынужден будет Сейчас одной атакой Пробивать Когти взял Семя Город в осаде Или Нет Телепортируется Не непонятно Что делает Что делает Там есть Телепорт Какой смысл Базу нам отменили Причем Дважды отменили Армию игрока Атакую Нагло Врет Дедман В Что В ПГ сидел Он не только В ПГ сидел Он в ВК Вебе сидел А в ВК Веб На ВДНХ АПГ На Белорусское Если правильно помню В плане Говорит Не врет А в ВК Веп Он играл Раньше На ВДНХ Так Что делаем Убиваем Там один вариант А че так мало Макер Батишка Не даст соврать Согласен Эх Блин Жалко человека Вот я прям Банил и плакал Банил и плакал Видит Бог Увидимся через месяц Мы будем ждать тебя Виктор Золин говорит Бо Один Майкер Ролдскил Пфф Еще время тратить Еще потом проиграю Мне аж потом Вообще не простят Это Пушат все таки Ставят базу И пушат Заливают Очень хорошо Целая армия Нежити Армия Армия Нежити И Очень трусливый Телепорт Это очень хорошо Диспл Диспл Пошел На скелетов Метвеганы Пустые Нам нужны Новые трупы Милорд То есть господин Нам нужны Трупы А трупов Нет Одного там Некроарахниида Прости господи Сгенерили и все О Палыч делается Здорово Стихо Привет Какие ракеты А Столько Некросов В бой Пошли скелеты Ай Метвеган Терпит Нет Петлорд Старается Обсидианки Нулевые Абсолютно Циклоны Пошли Нам нужны Трупы Но трупы В крайнем случае Вот в чем Плюс Стратегии В крайнем случае Некроманты У тебя начинают Умирать И появляются Трупы Это не самый Этот Хороший Расклад Но Андеды Могут получить Трупы Еще Минус один Обсидианки Не хватает Это не Обсидианка Вот она Обсидианка Которая нам Так нужна Генерием Трупы Палыч Выходит И ТГВ Решает Отступить К сожалению У него Минус 20 Лимита Там Т3 Сумасшедший Уже Набор Войск Престы Генерят Ману С бешеной Силой С автокаста Не убрал Это случайно Серьезно? Специально? Нет Специально Сражение Пошло Еще одно Сражение Очень нужен Свиток Лечения Свиток Отличный От ТГВ Посмотрите Ну как быть Когда нас На 20 Меньше Хотя на самом деле По лимиту Только на 10 По боевому Значительная часть В рабах Еще один Свиток Это чтобы Пытаться Законтрить Ракеты От Тинкера Тинкер Прорывается Уничтожает Свиток Вынужден Еще один Делать Пристынистовый Диспейль От всех Скелетов Ну и что там Экспанд Экспанд Работает Почти на 100% Работает 80 лимита На 51 Ой 60 на 1 На 48 Там 20 лимита Рабочий Конечно Минус 10 Небоевого лимита Но Мортир не хватает Хотя всего хватает Лечи Диспейль Ставь И все Грейт Коням На атаку Еще Мурлоки Против 3-0 Да Блин Жалко Ну мог И в первой игре Мог выиграть И во второй Мог выиграть В третьей Сложновато Потому что Родная раса Но Минусится Зигурат Минусится Шахта После этого Можно спокойно СТПшиться Хауль Классный Шахта Еще живет Как же Залетают И вынужден Телепортироваться С ТГВ Давайте С вашего позволения Я переключусь На его стрим Может там Комментарии Уже ценные идут Я хотел Только передать Амулет А он Телепортировался Случайно Хотел Амулет Передать Блин Я думал Зачем он ТПшцем Ну ноль ДПС девайсов Алло Опять же Единственные когти Мне купить пришлось Я купил когти Амулет Все те девайсы Которые у меня есть Я купил Шаманы Шаманы все битые Пит врывается Лайтнинг щилд На него Но там просто Некросы умирают Ну ладно Ну ладно Джонни сильный Зря я конечно Наверное Сандедов начал Но тут не угадаешь Я рассчитывал Стартануть С Кубетки Тогда бы Хорошие шансы Были И Джонни Кейдж Выходит В финал Где он будет Играть Либо с Хавком Либо с Хавком Либо с Нейтроном Либо с Юником Но Я не знаю Как у них там Счет Юник 2-1 А можно где-то По Обновила сетка Прям в реальном времени Приятненько Она выглядит так Учитывая то Что это Сингл Номинейшн Но Три призовых места Соответственно В турнире Подразумевается Еще матч За третье место Причем Это такая Автоматизированная штука Если вы Организатор турнира Ставите Три места призовых То есть Если ставите два У вас опции Матча за третье место Нет Или один Если ставить Если появляется Больше чем Три призовых места То Появляется автоматический Матч за третье место Ну и соответственно Там распределение Вы даже на сингле Можете поставить 16 призовых мест Просто они потом будут Распределены Типа с пятого По восьмое С девятого По двенадцатый С тринадцатого По шестнадцатый Как-то так Ну Или Или это для дабла Такое Там в сингле Больше Кажется диапазоны Соник Рестримить Говорит Можно Нет Там игра Закончилась Говорят Что у нас Что у нас По Мне почему-то Стримы не загружаются Тормозит Тормозит Медленно Медленно Так а что Какой счет Там Лагаем Понятно Короче У нас К сожалению В финале Не нейтрон Ну Как К сожалению Побеждает Сильнейший Мы С вами Наверное Будем смотреть Финал А не матч За третье место Давить Учитывая то Что предпочтений Парасов Вообще Никаких Нет Тут Они будут Самые Разнообразные Вот Спасибо За банк Кстати Удобно Говорит Виктор Зорин Обращайся Обращайся Чем-чем Обращайся